Всем привет! Я любознательная Дашка. Это библиотека, а это сервис заказа такси Яндекс.Го. Сегодня мы вместе с Яндекс.Го решили проверить, насколько москвичи разбираются в русской классической литературе. Наши участники ничего не подозревающие пользователей Яндекс.Го, которые просто заказывают такси, а там их ждут. Я задам пассажирам 5 вопросов на знание школьной программы по литературе. Если им дадут 3 правильных ответа, скидка на поездку будет 30%. Если 4, то 50%. А если 5, то они прокатятся на такси без шлатно. Ну а если наши участники дадут недостаточное количество правильных ответов, то вместо пункта назначения мы увезем их в ближайшую библиотеку. Ну что, поехали? О боже мой, мы что, заберем красивого мужчину? Добрый день, я рад вас приветствую. Ты притяжешься? Добро пожаловать в Яндекс.Го. И в шоу Библиотекс. Всем привет. Я надеюсь, ты будешь согласен, потому что у меня для тебя шикарнейшее предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Ну и готов выслушать, что нужно. Бесплатно тебя катать, а я буду платить. Я задам тебе 5 вопросов по школьной программе по литературе. Так. И если ты ответишь правильно на 3 из них, скидка будет 30% на эту поездку. Хорошо, отлично. Если на 4, то целых 50. Если ты ответишь на 5 правильно, мы едем бесплатно. Я тоже, поэтому мы... А, ну ты бесплатно катаешься, ну ладно, я готов. Сейчас можно пристегить? Да, конечно. А что, все это все правила, мне просто нужно ответить? Да. Но есть один нюанс, конечно, которым я не сказала сейчас, чтобы не пугать тебя сразу. Если ты не ответишь на 3 вопроса правильно, я увезу тебя в ближайшую библиотеку. К сожалению, мы не поедем туда, куда ты хочешь. Ну, согласен, но ты меня повезешь, правильно? Конечно. Ну, не за рулем, но считаешь, что... Повезу я, да. Итак, ты согласен со мной играть? Да, я согласен. Ну, у тебя нет выбора, на самом деле, ты уже закрыл дверь, пристегнулся. Мне понравилось два условия. Первое, что это будет бесплатно, и второе, что ты меня повезешь в библиотеку. Будет бесплатно, если ты ответишь правильно, поэтому... Ну, второе-то мне тоже устраивает. Так. Итак, вопрос номер один. По имя Гоголя, мертвые души, Чичиков скупал мертвые души с целью. Вариант А. Продать крестьян по подложенным документам. Вариант В. Выгодно жениться. Вариант В. Получить поместье. Что ты думаешь на этот счет? Я литературу в школе, конечно, любил. Ты бы скупал мертвые души, чтобы выгодно жениться? Думаю, что нет. Но вариант мне, честно, нравится этот. Я, как в СИГ, буду делать. Хорошо, что есть вариант ответа, буду отгадывать. Можно еще раз вариант ответа? Давай, я ники B, я ники еще. Вариант А. Продать крестьян по подложенным документам. Вариант В. Выгодно жениться. Мне он уже очень нравится, поэтому я бы, наверное, ответила Б. Вариант В. Получить поместье. Слушай, ну выгодно жениться я не хочу, а вот получить поместье я бы выбираю ответ В. Погоди-ка, а почему ты не хочешь выгодно жениться? Нужно не выгодно, а по любви. А есть любовь сейчас? Сейчас, среди камер. Ты веришь, в любовь. В любовь и... Отлично, мы точно едем в библиотеку, я его просто так не отпущу. Спасибо. Итак, ты отвечаешь В. В. Получить поместье. И это неверный вариант. Это то, что я хотел, но... Отлично, можешь просто подыгрывать, отвечать неверно и поедем в библиотеку. Правильный ответ был, конечно же, А. Он хотел продать крестьянку подложный документ. Ну, я знал его, просто я хотел ответить про крипас. Поехали дальше. Вопрос номер 2. Чем болела первая жена Пьера Безухова, Елен Курагина? А. Астмой. В. Бесплодием. И В. Ничем она, собственно, не болела, она была неверна. Болела безблодием. Как этим болеть, я не знаю, но ответ... Мне все еще нравится ход этой игры, потому что это неправильный ответ. Правильный ответ... Более бесплодием, да. Правильный ответ, конечно же, она ничем не болела, она просто была беременна. А. Ну, бесплодно болела. Да. Беременность. Переходим... Точно больше пакет. Да, да, да. Переходим к третьему вопросу. Книжки читай. Читаешь книжки? Вот сейчас. Честно, да. Читай психологию. Да. Ну, я думаю, что большинство этих хамеров, это для чего вообще? Это потому что мы снимаем соул. Это сегодня идет в прямом эфире. А. У нас проходит акция «Библионочь». Так. И мы снимаем эфир в библиотеке номер 161, куда я, возможно, тебя отвезу, если вдруг что. Вот. И да, и сейчас просто мое включение, а потом я передам ребятам дальше. Хорошо. Я аж забыл, что я хотел сказать. А, что я читаю, да. Что большинство... Скология. Большинство людей, которые будут вас смотреть, мне кажется, они немножко меня захейтят за то, что... Вот я читаю Михаила Лавковского. Хочу и буду. А вот, честно, прикольный мужик, хороший психолог. Написал, ну, простыми словами все легко и просто. И читается так же. Ну, многие, там, профессионалы, психологи его, допустим, недолюбливают. Но я, допустим, я не слушаю мнения окружающих. Я просто читаю то, что мне по душе. Это самое главное. Главное, чтобы тебе было... Тебе легко было это читать, и ты воспринимал информацию. Это, честно, вот это книги, вот, как... Самое, наверное, лучшее, что есть, когда вот легко читается. И самое главное, чтобы ты понимаешь, о чем идет речь. Абсолютно согласен. Это важно. Приходите в библиотеку. Или я пойду с вами. Приходите в библиотеку. О, и с ней. С ней. Я с ней пойду. Переходим к третьему вопросу. Помнишь ли ты, кто похитил месяц в повести ночи перед Рождеством? Вариант А. Вариант А. Ведьма. Вариант Б. Колдун. И вариант В. Черт. Конечно же, украл Луну, черт. Конечно же, это правильный вариант ответа. Но у меня еще есть шанс ухватить его в библиотеку. А ты молодец, это здорово. Поздравляем. Спасибо большое. Давайте все поклопаем. Первые 30%, да? Да. Отлично. Первые 30%. Это за три вопроса. Это за три вопроса. То есть тебе нужно еще на два ответа правена, и всего осталось два, поэтому поехали. Вопрос номер четыре. Где господствует смешение языков французского с нижегородским? С нижегородским. Да, именно так. А. Недросль фанвизина. А. Б. Беспреданница Островского. И вариант В. Горе от ума грибоедовый. Варианта Г. Костромы нет? Нет. Такого варианта нет. А почему Кострома? Очень красивый город. Очень ездят у вас с друзьями большой компанией, и там отдыхали. И там очень понравилась природа. Не знаю, как он подвязался к этому вопросу, но очень интересная история. Спасибо. Просто Кострома хороший город, приезжайте. В Москве делать нечего, уезжайте. Еще раз. Могу повторить тебе вариант вопроса? Вариант ответа. И вопроса. Первый вариант – это Недросль фанвизина. Второй вариант – Беспреданница Островского. И третий вариант – Горе от ума грибоедова. Еще раз. Вмешение языков французского с нижегородским. Что это может значить? Может быть, это какая-то крылатая фраза. Кстати. Я французский. Но это все, что я знаю там. Так, пусть будет. Даже не пусть. Мне кажется, это Недросль. Это я Недросль, наверное. Это финальный ответ? Это окончательный ответ. Отлично. Я еду в любви отехал. Неверный ответ. Это горе от ума грибоедова. Смесь французского с нижегородским, если я сейчас поясню просто. Это крылатые выражения, означающие смесь различных и зачастую весьма противоположных по духу несовместимых частей. Вплоть до смешного несовместимых. То есть это просто как что-то вот… Вот я подумал, что это Недросль, а оказывается, что Недросль – это я. Да. Все верно. Все верно. Ну, кстати, мы уже едем в библиотеку вместе. Мы уже едем в библиотеку, да. Ну, давай уже доиграем, да, чтобы понять, на сколько у тебя вообще были шансы. Это сколько? У меня какая сейчас возможность получить скидку есть? У тебя уже ее нет. Нет, да? Никакой возможности нет. Мы едем в библиотеку. Ну, еду в хорошей компании, с хорошими людьми. Ну, давай попробуем. Пятый вопрос. На чем закончился роман «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова? Сейчас, я думаю, тебе очень понравится вариант ответа. Потому что первый вариант. Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь – копейка. Это все один вариант ответа? Это все один вариант ответа. Второй вариант. Моя любовь никому не принесла счастье. И третий вариант ответа. Он вообще не любит метафизических треней. Нет, это точно не «В». Сто процентов. Ты хорошо помнишь «Героя нашего времени»? Натура – дура. Я сейчас хорошо помню «Героев нашего времени». В школьную литературу. Слушай, в школе, конечно, я любил литературу. Но любил сидеть там. И не отвечать на вопросы, которые мне задают учитель. И, конечно, немножко становится стыдно, что ты сказала, что это школьные вопросы. Конечно. Но «Героя нашего времени» я помню. Но читать книжки. Можно еще раз второй вариант ответа? Моя любовь никому не принесла счастье. Это второй вариант. Ну, я буду, как говорить, как в жизни, такой вариант ответа. Вот вариант «Б». Отлично. Это тоже неверный вариант ответа. Мы в любом случае бы уехали в библиотеку. Верный вариант – третий. Он вообще не любит метафизических треней. Ну, то, что я отсеял. Это прям последняя фраза из произведения. Ну, я очень рад, что мы едем в библиотеку. Только не могу понять, я рад тому, что мы едем вместе. И рад тому, что я буду там учиться. Ну, учиться – это хорошо, конечно. Но, наверное, больше нет. Если я буду учить, то я… А, то есть еще есть вариант ответа, да? Ты меня будешь учить. Олег, а в какую библиотеку? 160-х дешевых, надеемся. Да, конечно. Отлично тебе повезло, потому что мы едем в одну из самых красивых библиотек. Я тебе скажу так, я тебя без читательского билета не выпущу из библиотеки. Так. А он будет действовать только в этой библиотеке, да? Нет, он будет действовать во всех библиотеках в Москве. А, все отлично. Это единый читательский билет, который мне очень удобный. Да, который мне научит, наконец-то, читать литературу. Конечно. В школе. Да, самое главное, школьная. Я, кстати, работал в школе. Да? По мне видно, да? Очень интересный момент. Да, было бы за главное, я сказал, что я работал учителем физической культуры, учителем русского языка, это было бы, конечно, фиаско. Но я не работал учителем… А каким учителем? Учителем физической культуры. А, я прости прослушала. Ты был строгим учителем физической культуры? Нет, конечно. Ну как, строгость нужна. Тебе позволял прогулывать вот эти вот справки и все? Этого, честно, у меня не было на уроке. Тебя очень приятно. Тебя поздравляю, мы приехали в библиотеку. Пойдем вместе. Да, пойдем. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо, Олег. Спасибо вам. До свидания. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Библиотеки Юга Москвы. Как вам поездочка? Очень здорово, особенно в такой компании. Но единственное, я почувствую себя глупым. Очень-очень сильно. Мне стыдно за это. Ну что стыдиться? Мы все равно приехали в библиотеки. Сейчас вы сможете восполнить все какие-то утраченные знания, забытые из прошлого, со школы. Спасибо. 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 Олег, а ты давно работаешь в Яндекс.Гол? Я работаю три года. Спасибо. Были какие-то суперинтересные истории? с пассажирами, которые запомнились. Слушай, был один раз пассажир. А вот наша пассажирка уже. Отлично. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Садись. Да-да-да. Присаживайся, я все объясню, не переживай. Ты, наверное, очень интересная наша. Ты едешь не одна? Очень. Это первый раз такая ситуация. Меня зовут Даша. Очень приятно. Любознательная Даша, если ты сейчас поймешь, почему. Ты попала в шоу «Библиотоксик». Да. Я хочу предложить собирать тебя в игру и проехаться сейчас туда, куда тебе нужно, абсолютно бесплатно. Ну, либо со скидкой, смотря, как ты ответишь на мои вопросы. Очень заманчивое, конечно, предложение. Да. Мы в библиотеке Юг Москвы. И, соответственно, задавать вопросы я тебе буду на литературу и математику. Это школьная программа. Ох, как ты давно была. Помнишь, не переживай. Я думаю, что вопросы не такие сложные. Ты сможешь с ними справиться. И мы вместе с тобой покатаемся абсолютно бесплатно. Ну что, играем? Отлично. Ты вообще откуда? Я сама из Костромы. Но лучше. Очень забавно. Я только что ехала с парнем, который рассказывал про Кострому. Очень впечатлён. Ну, наш город из Костромы. Остался в Костромы. Ну что, поехали? Ну, мы уже ездим, поэтому и мы поехали, да. Я задаю тебе пять вопросов. Если ты отвечаешь правильно на три вопроса, скидка на эту поездку будет в 30%. Это уже поздно. Конечно, до Московского нынче дорого добираешься. Да, да. Если ты отвечаешь на четыре вопроса, 50%. А если на все пять, естественно, бесплатно. Но есть один нюанс. Так-так. Если ты не ответишь на три вопроса правильно, вместо московского мы едем в ближайшую библиотеку. Это не плохая оператива. Изучать полную программу. Отлично. Если библиотека будет московская, будет вообще не так. Это мы посмотрим, конечно. Ну что, я задам тебе первый вопрос. Сколько сыновей было у Тараса Бульбы, главного бюро, одновременного романа Николая Васильевича Бокаря? Первый вариант. Два. Второй вариант. Три. Третий вариант. Восемь. Ну, если мне не поменять память, то у него было два. Абсолютно правильно. Мы пока хорошо идем, правда, это всего первый вопрос. Направляю. Спасибо. Это радостно. Отлично. Сразу задам тебе второй. Кем был герой повести Пушкина Иван Петрович Белкин? Первый вариант. Калежским асессором. Второй вариант. Молодым вами щипом. И третий. Зажиточным пупцом. А там есть помощь друга, подсказка зала водителя. К сожалению, нет. А можно еще раз, пожалуйста, варианты? Кем... Давай я тебе прям заинтересованно прочитаю вопрос. Да. Кем был герой повести Пушкина Иван Петрович Белкин? Калежский асессор? Молодой помещик? Или зажиточный пупец? Я сомневаюсь между вариантами А и Б. Можно еще раз? А и Б. Калежский асессор или молодой помещик? Мне кажется, что все-таки Б. Б помещик. Это правильно. Правильно? Ты молодец. Мне нравятся такие массажеры. Нет, я, конечно, за то, что ты выиграла. Потому что это московское и не путешествие любого. Правда. Третий вопрос. Ахматова – это псевдоним-поэтесс. Да. Знаешь ли ты ее настоящую фамилию? Знаю. Черт, она уже, получается, заработала 30%, но я, конечно, тебе все равно прочитаю. Первый вариант – это Горенко. Второй вариант – Пешкова. И третий вариант – Измайлова. Первый вариант – Горенко. Ну, конечно, это правильно. Мы заработали 30%. Я очень рада. Давай пока поболгаем. Нам же сложно долго ехать. Кем ты работаешь? Я работаю в социальной сфере. Вау, как здорово. Да, курируем проекты. Различно. Какие проекты? Ну, вот сейчас какой-то очень яркий проект. Ну, это работаем в дирекции проекта «Московское долголетие». Вау, мы тоже связаны с «Московским долголетием» в библиотеке. Да. Здорово. Ну, ты давно так работаешь? Именно в социальной сфере уже полтора года, а «Московское долголетие» чуть меньше года. Это классно. А до этого? А до этого я работала в подведомственном учреждении «Департамент культуры». Это «Джетники»? Да, да. А заканчивала на кого? А заканчивала я журфак. МГУ? Нет, не МГУ, но… Ты не захотела по типу, чисто по профессии? Я в своё время попробовала различные направления журналистики. Были и электронные СМИ, и печатные СМИ. Но как-то меня привлекает более проектная деятельность. Что-то организовывать, что-то координировать, делать. Класс. Я просто почему спросила, потому что я хотела сама быть журналистом. Но, к сожалению, смогла поступить на факультет маркетинга. Ну, это не мешает журналистам. Да, нет, на самом деле, поняла, что потом уже рамки стираются, и ты можешь работать с кем угодно, если ты правильно везде себя попробуешь. А, тем более, если ты едешь таксист, даёшь вопросы по литературе. Такой вот журналист тут немножечко. Ну что, давай перейдём пока к четвёртому вопросу. Так. Я просто потерялась. Финал близок. «Кто подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победителю ученику от побеждённого учителя в тот высокоторжественный день, который окончил свою поэму Руслан и Людмила?» Первый вариант – Жуковский, второй – Державин, и третий – Дельвик. Можно ещё раз вопрос, пожалуйста? «Кто подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победителю ученику от побеждённого учителя в тот высокоторжественный день, который окончил свою поэму Руслан и Людмила?» Угу. Я тебе повторю варианты лета. Первый – это Жуковский, второй – Державин и Дельвик. Я, конечно, могу сейчас совершить ошибку, которая будет стоить нескольких-то километров. Но у нас есть уже 30%. Давай, давай. Я бы тебе верил. Я сомневаюсь между Даковским и Державином. Мне кажется, что всё-таки это Державин. Это неверно. Это Жуковский, да? Да, это Даковский, всё правильно. Жуковский был наставником Пушкина. Соответственно, одному какому ученику подарил. Ну ничего, у нас есть ещё шанс заработать 50%. Это тоже очень хорошая скидка. Давай сразу тогда перейдём к пятому. Мне очень хочется у нас заработать, ли мы скидочку. Ты дойдёшь ли бесплатно, ты дай. Ну, Олег сказал, что я еду бесплатно. Я надеюсь, он мне не врёт. Я думаю, что... Итак, кто из русских классиков получил Нобелевскую премию? Владимир Набоков, Иван Бунин или Максим Горький? Хороший вопрос. Хорошо. Ну, постепенная весь скидок наших амберских бурятов, всё-таки это Иван Теть Мунин. Да, правильно? Да, ура! Скидка 50%. Владимир Набоков, он тоже был номинирован, но не получил премию. А Горький здесь просто так написался, никуда он не был номинирован. Вот так вот. Это очень здоровский результат. Я довольна. Ну что ж, с этим пассажиром уже всё понятно. Очень как при глоболе. Действительно. А я передаю слово своим коллегам. Костя, Катя, как вы там? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова